Добрый день, дорогие мои друзья! Снова вы на моём канале, на моей кухне. Впереди новогодние праздники, и я хочу с вами поделиться очень вкусным рецептом. Это будет медовый шоколадный торт, который порадует всех. Никто никого не оставит, и без исключения. У меня тут простые ингредиенты. Мука, около 500 грамм. Может уйти меньше, может быть чуть больше. 3 столовых ложки муки, 3 яйца, 120 грамм сливочного масла, 250 грамм сахара, 50 грамм какао, пол чайной ложки соли и полторы чайной ложки соды. Итак, приступим. Для начала мы берём с вами кастрюлю с толстым дном, где мы будем потом ставить на плиту. Берём наши яйца и разбиваем в ёмкость, где будем замешивать тесто. Вбиваем 3 яйца. Добавляем соль и сахар. Нам нужно хорошо перемешать венчиком до однородности. Теперь добавляем какао. Также хорошо перемешиваем. Теперь всыпаем сюда наш мёд. И так же нужно будет перемешать. Чем лучше мёд, тем вкуснее будут коржи. Теперь мы сюда перемешиваем, добавляем наше сливочное масло и отправляемся к плите. Ставим на плиту и будем разогревать, пока у нас не пойдут первые пузырики. Обязательно помешивайте. У нас должно раствориться и масло, и размешаться наш сахарный песок. Тоже раствориться должен. Мешаем обязательно, чтобы у нас не подгорело. Как только пошли первые пузырики, отключаем нашу плиту и добавляем нашу соду. Сейчас пойдёт реакция. Она начнёт пениться. Лучше брать кастрюлю больше диаметром. Видите, она сразу увеличивается, так как она может у вас убежать. Поэтому кастрюльку надо брать повыше. Так хорошо перемешиваем. Она хорошо увеличивается. Вот посмотрите, она хорошо увеличилась и сразу тут же немножко осела. Дадим немного остыть. Совсем немного. И будем добавлять частями муку. Муку желательно просеять. Всё, постепенно начинаем добавлять муку. Она у меня просеянная. Я её буду частями всыпать и буду аккуратно размешивать. У меня, я говорила, что уже 500 грамм муки. Оно может уйти как 450 грамм, так и 500. Мука у всех разная. Поэтому аккуратно замешиваем. Посмотрите, какое тесто должно получиться у вас. Больше мукой не добавляйте, не забивайте его тестом. Сейчас мы освобождаем рабочую поверхность, припыляем слегка мукой и оно слегка остынет у меня. Будем вымешивать. Припыляем стол и выкладываем нашу массу. Нам нужно её вымесить. Потом мы её, когда вымесим, уберём её в холодильник, чтобы он обустоял в часик-полтора. Если делаете заранее, то можно, например, сделать тесто, а потом, например, подготовить его, а утром, например, печь, если так хочется. Можно и, в принципе, так, как я, делать заранее. Так, выкладываем. И аккуратно надо вымесить. Подсыпаем по необходимости немного муки. Вымешиваем. Вымешиваем наше тесто. Посмотрите, какое тесто должно быть. Оно очень мягкое. Видите, прям. Больше не добавляйте муки. Сейчас оно у меня остынет. Я сейчас ещё немножко вымешу. Оно ещё тёплое. Нужно, чтобы оно остыло. Уже оно так не прилипает к рукам. Буквально ещё немножко я вымешу. Всё, больше не добавляйте, иначе вы забьёте, и у вас коржи будут сухие. Поэтому вот такое тесто у вас должно получиться. Вот такое оно. Мягкое, ещё тёплое. Сейчас оно у меня остынет. Я уберу его в пакет и уберу в холодильник, чтобы часик-полтора оно полежало. И продолжим. Убираем в холодильник. Пока моё тесто лежит, приготовим нашу пропитку. Здесь у меня вода и сахар в одинаковых пропорциях. То есть, например, 7 столовых ложек воды и 7 столовых ложек сахара. Надо проварить его так, чтобы сахар растворился и получился какой-то такой глянцевый цвет. Сейчас мы его приготовим. Вот такой тоже нацировку у вас получиться. Отставляем его оставаться. Пока у нас корж лежит в холодильнике, мы подготовим с вами крем. У меня здесь сливки 33%, они у меня охлаждённые. И две баночки по 150 грамм. Это у меня сыр, вот такой. Беру первый раз, но попробую очень вкусный. Вот две баночки и 80 грамм сахарной пудры. Вбиваем сливки, потом добавляем сыр творожный и потихонечку подмешиваем сахарную пудру. Всё, начинаем. Потихоньку добавляем сахарную пудру. Понемногу. И так и продолжаем взбивать. Теперь добавляем сюда творог, творожный сыр и продолжаем взбивать. Вот такой крем должен получиться. И всё, мы закрываем плёночкой в контакт и убираем в холодильник, чтобы он постоял маленько, пока у нас коржи не подошли. Я разделяла на 6 коржей, но будет ещё один корж. Будет, скорее всего, будет 6 коржей у меня и обрезки я буду использовать также для жарки. Берём сейчас один пласт. Я его разделила вот на такие кругляшочки. Ну, не кругляшочки, скажем, сейчас делаем, подкатываем её, делаем кругляшочек и будем сейчас раскатывать на пергаментной бумаге. Я беру пергаментную бумагу, сверху кладу ещё одну пергаментную бумагу и так буду раскатывать. Мне нужно раскатать в ту форму, которую я буду использовать. Раскатываем. Она хорошо раскатывается, хорошо отлипается бумага. Поглашаем раскатывать. И так на пергаменте будем выпекать. Форма у меня будет 18 сантиметров. Ой, не форма, а диаметр моего торта. Раскатываю. Вот, посмотрите, раскаталась. Она хорошо снимается. Я беру свою тарелочку и буду сейчас обрезать по форме наши тарелочки. Такой у меня диаметра будет торт. Накалываем вилочкой и будем выпекать в разогретой духовке 180 градусов приблизительно 6-7 минут. Не пересушите. Отправляем в духовку. Ну вот, посмотрите, у меня получилось 7 коржей. Они сейчас у меня немножко остынут. Ну, немножко остынут полностью. И один у меня получился корж. Это у нас пойдёт на обсыпку. Итак, у меня всё готово. Коржи мои все остыли. Оставшиеся я перемолола. Мы будем обсыпать с вами наш тортик. Крем у меня тоже немножко остыл. Я его открываю и потихонечку набираем, начинаем собирать наш тортик. Беру немножко крема и на дно нашей формы выкладываю наш корж один. Мне нужно пропитать его. Пропитываю я его очень хорошо. Прямо вот так вот кисточкой промажу его со всех сторон. Пропитывать нужно обязательно, тогда получится очень нежный, замечательный тортик. Теперь я беру крем и смазываю его очень хорошо. Со всех сторон. Так поступаем со всеми коржами. Ну, вот такая красота получилась. Теперь нужно обсыпать будет весь наш тортик. Берём нашу посыпочку и будем посыпать. Хорошо будем посыпать. Со всех сторон. Ну, вот такой красавец у меня мега шоколадный получился. Я не стала его украшать, просто украсила грецкими орехами. Всё, это будет достаточно. Я покажу, как он будет в разрезе, когда он пропитается. Мы посмотрим, как он выглядит изнутри. Но запахи стоят тут просто настолько. Он божественно пахнет. Ведь одним шоколадом, скажем так. Очень хороший и вкусный тортик. Просто рекомендую вам его приготовить на Новый год. Как всегда, рецепт оставлю под видео. Заходите, знакомьтесь, читайте. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Я, конечно, с вами попрощалась. Я извиняюсь. Не буду прощаться, пока не покажу его в разрезе. Такой тортик получился шикарный. Он пропитался. Сейчас мы покажем его в разрезе. Аккуратно. Вот такой он весь шоколадный. Очень вкусный. Готовьте такой тортик. Вам очень понравится. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.